Как вы заметили по моему прекрасному столу... Угу, щас. По моему прекрасному столу сегодня мы будем дегустировать. Ну вот, а Кристина говорила, что мне не понадобится старая упаковка от монитора. Карабау. М-151. Видимо, Рэдбул. Ещё один М-151. Возможно, тоже Рэдбул. Ещё один М-151. Такие вот прекрасные азиатские энергетики сегодня у нас в гостях. И это такие своеобразные сиропы, они не газированные. У многих из них вкус обычного Рэдбула. Это даже напоминает больше просто сироп Рэдбула. Распространены в Китае, Тайване, Вьетнаме, практически по всей Азии. В России их можно найти, но либо по конченной цене, либо искать вы будете очень долго. Поэтому этот обзор для вас. Сами они мне достались в подарок. Да, здесь нет никакой рекламы, ко мне просто приехала подруга, которая уже продолжительное время живёт в Таиланде, и привезла мне эти энергосы. Она просто ненадолго заглядывала в Санкт-Петербург. Спасибо ей за это. Благодаря ей, в принципе, существует этот обзор. И для того, чтобы доказать свой тезис о том, что они практически все одинаковые, я сейчас их попробую в экспресс-обзоре от Валентина Сайгака. Видимо, Рэдбул. Рэдбул. Другой Рэдбул. Рэдбул, но с освежающим эффектом. Такой вот, со вкусом немножко женьшени. Да, вполне возможно, что они немножко разные, и я, к конечном счёте, слегка обосрусь. Но это нормально. Мы на Ютубе, здесь непрофессионалы, и практически 95% постоянно обсираются. Я такой же. М-151. Наверное, с мёдом. Очень насыщенный Рэдбул. Ещё один М-151. Чуть более кислый Рэдбул. Ещё один М-150. Тоже с мёдом и какой-то непонятной штукой. Похож на тот Рэдбул, который освежающий. Карабау. Да, я тайской стороной к вам повернул, потому что я умею читать на тайском. Наверное. Ух ты, это тоже Рэдбул. В общем, как вы поняли, да, они все со вкусом Рэдбула. Я не обосрался, я это знал. Но вообще, почему тогда этот ролик существует? Ну вот попробовал я, рассказал вам. А дело в том, что на самом деле в Азии их смешивают с чем-то. И смешивают с разными напитками. Поэтому я у себя в Телеграме попросил своих подписчиков прислать мне, с чем мне смешать, собственно, эти энергосы. Не просто так я сейчас пил из мерного стаканчика. Конечно, основные варианты, которые мне накидали, это водка. Да, простите, я бы вставил карпеклане, но сейчас авторские права будут. Но просили и с другими напитками, поэтому я не отказался. Например, со спрайтом. Поэтому давайте попробуем. К концу этого обзора либо этот стакан просто лопнет от количества энергетиков, которые будут находиться в нем за весь период этого ролика, либо я сойду с ума. Для того, чтобы добиться везде одинаковых пропорций, соответственно, я буду смешивать все в одинаковых пропорциях. Один к одному. Возьму карабау, просто потому, что его проще всего достать в России, и вы самостоятельно сможете взять его где-то и попробовать смешать напитки. Ясно, понятно, имелось в виду, что я возьму его первым. Да, вот так вот я отмазался, просто извините. Я забыл, что они очень маленькие, очень мало. Со спрайтом получается довольно интересный мягкий вкус. Ну, получается все равно оригинал. Ничего прям такого, со спрайтом это просто оригинальный энергос, только он становится газированным. Спрайт просто прибавляет ему немножко лайма и обычной энергетика в кости. Да, да, просто абсолютно любую емкость. Да не буду я из нее пить, я... Вот они на меня разозлятся. Будут опять говорить, а перели... А отдельно, а выпить... Вот после катаны столько всего было. Фанта! Столько пшиков за ролик. Ух! В этот раз попробуем с таким вот своеобразным Редбулом. С одной стороны неплохо, с другой стороны получается какой-то дешманский энергетик со вкусом фанты. Вот если взять энергос условно там за 18 рублей, а такие можно найти, вот это будет он. Абсолютно отвратительная, непитильная и ужасная штука на самом деле. Ну или может фанта нынче такая. Да нет, фанта как фанта. Значит это просто из-за смеси с этим энергосом. Липтон зеленый чай. Тысячу лет его не пил, хоть вкус вспомнил. Все такой же рогатный. В этот раз возьму М151 с медом. Давайте тестить. Ах, слишком сладко. Концентрированный сироп, который стал еще в два раза слаще. Есть легкий привкус зеленого чая, вот прям так вот немножечко ощущается, что его добавилось, но... Это мы пить не будем. И вот прежде чем мы продолжим наш дегустаторский видос, я попрошу вас вот поставить лайк, поделиться этим видео, написать о смысле на комментарии длиной чуть больше пяти слов. Можно даже пять слов. Я понимаю, шестое очень сложно себя выжимать. И поставить колокольчик, да, на все уведомления. Будет круто. Тогда вы еще и шорты мои не пропустите. Такое вот у нас условие. Я вот, я сейчас жду. Я жду, я жду. Вроде как должны были к этому моменту справиться. Продолжим. Кола! Да, с этим не просили, но это мое личное желание. Раз уж я попробовал с Фантой и с Прайтом, то почему вы не попробуете с Кока-Колой? Или это Пепси? Нет, по-моему, это все-таки Кола. А может, все-таки Пепси? Короче, сами решите в комментариях. В этот раз я возьму вот такой Red Bull. По-моему, вот этот был свеженький. Не помню. Они все одинаковые по вкусу. Какая разница? Кола немножечко разбавила этот Энергус, но вот его свежесть, она не дала ничего. Вкус Кока-Колы полностью ушел. То есть Фанта, например, перебивала, становилась какой-то дешманской фигней, дешманской пародией на Фанту, такой Энергус с Фантой. Здесь же Кола, ее не чувствуется. Ее больше здесь нет. Здесь есть только вот этот Энергус, хотя он не настолько уж и насыщеннее, чем остальные. Знаете, немножко напоминает Колу с виски. Обычная минералочка. Я хотел сначала попробовать еще и без газов, но оно и так без газов. И будет очевидно, что это будет просто более разбавленное. Но газы дадут немножко другой вкус. Они еще больше разбавят напиток и, возможно, сделают его стабильным для питья. Я знаю, что обычно мешают с обычной содовой, но у нас не продается обычная содовая. Возьму этот, М150, потому что я не знаю, с чем он, кроме как мед. Там что-то есть еще. Без понятия. Кстати, на цвет стало прям вот как самый обычный, типичный, простой Энергус. И на вкус как разбавленный, обычный, типичный Энергус. Возможно, если условно 250 миллилитров минералки смешать с полным стаканом этого сиропа, то вполне будет неплохо. Это пока что единственный гуд. Ну и напоследок самое, как по мне, веселое, то, что предложили, гранатовый сок. Конечно, очень странное желание, но я своим подписчикам особо сильно не отказываю, если это желание в пределах разумного. О, ядерная штука. В этот раз возьму обычный М150. Вот теперь это выглядит как чай. Неожиданно, самое странное сочетание, которое могли выдвинуть все мои подписчики в Телеграме. Гранат вместе с азиатскими Энергусами зашел на ура, это просто превосходно. Ты чувствуешь и вкус граната. Насыщенный, кисленький, сладенький. И при этом он приобретает такой вкус Энергуса, что тоже приятно. Прям хороший напиток, который хотелось бы видеть отдельно где-нибудь в банке, и вот чтобы его можно было купить просто на полке в магазине. Замечательно. Действительно вкусная штука. Вот к гранатовому соку сироп Энергуса отлично подходит. Это я допью, это я даже выливать не буду. Это реально вкусно. Возможно, слишком сладко немножечко, но в целом нормально. Что ж, мои маленькие друзья. Сегодня мы с вами опытным путем проверили эти азиатские Энергусы и убедились в том, что они все лютейшие кал. То есть это абсолютно обычные энергетики, переслащенный, просто обычный сироп Red Bull. Если их с чем-то смешать и найти что-то, что вам действительно нравится, вполне себе окей. Просто так их приобретать, тратить свои деньги на вот такую вот баночку, которая обычно стоит от 250 там и выше рублей, не имеет смысла. Все. Ну типа реально все. Так он закончился. Если вы что-то ждете, дальше ничего не будет. Можете посмотреть другие видосы. В шорт сгляньте еще какой-нибудь.